Здравствуйте! Привет! Где конкретно сейчас вы находитесь и какая эта точка в вашем общем маршруте? Мы сейчас находимся в Красноярском крае между городами Тайшет и Канц. Это приближаемся к Иркутской области. Конечная наша цель это поселок Листвянка, который находится на берегу Байкала. Можно сказать, что вы действительно из Белгорода прошли пол России. И были ли хоть раз какие-то неприятные, может быть, ситуации с дикими животными? Медведь никакой не подходил поздороваться. Звери тоже нас любят, поэтому только, кроме комарова не говорит, его почему-то не особенно кусают. Все прекрасно дороге, великолепно. Всем рекомендуем, ничего не бойтесь, дороги все прекрасно. Какова вообще цель путешествия? Как так получилось, что в один момент просто взяли и сорвались с места? Просто мы решили совместить активный образ жизни, связанный с физическими нагрузками, разминочкой, так сказать. И плюс еще эмоциональная составляющая, в плане того, что мы постоянно находимся в новом месте, видим новые места, общение постоянно. И в совокупности мы приняли решение, что движение на велосипеде это то, что нам нужно. Отлично. Мне всегда было интересно, чем вообще путешественники питаются в пути, вот в вашем случае, это что? Смотрите, если вы человек доброжелательный и позитивный, вас на дороге будут кормить все, кому не лень. Поверьте, всякие там фрукты, хлебушек, водичка нам подает тут каждый третий. Мы уже не берем, потому что уже некуда ложить. Вот. Поэтому тут питание в дороге, это не проблема. Когда вы планируете вернуться домой? То есть, на ваш взгляд, сколько еще займет ваше путешествие? В среднем мы передвигаемся около 150 километров в день. Нам осталось около тысячи, поэтому я думаю, в течение недели мы до точки конечной доедем, если все будет хорошо. Но мы как бы тут где-то в чем. Мы не привязаны ко времени, каким-то цифрам. Мы просто едем и получаем с максимальной удовольствия. Вот. Поэтому ничего не планируем, катится как катится. Главное, чтобы удовольствие было, и все. Александр, я уже общался с путешественником и тоже Александром, только его фамилия была Смагин. На тот момент он был в Африке, и я ему задал вопрос про бороду. Вот скажите, в вашем случае вы бороду отпускаете по соображениям такого истинного мужского стиля? Или все-таки дело в том, что в дороге за ней ухаживать сложно? Понимаете, все, что заложено природой, если оно растет на голове и на лице, то значит, так задумано. Мы поэтому его не трогаем. Как бы раньше их не было ни бритв, ни машинок этих вот, ни станков. Поэтому и жили люди прекрасно. И мы вот с вами, как дитя природы, я и он. Вот оставляем все, как она задумала. Что вы можете сказать и, может быть, пожелать людям, которые тоже хотят путешествовать, но никак не могут вырваться за рамки повседневной жизни? Ребята, возьмите волю в кулак и просто стартаните. Все, вы уже потом не остановитесь. День, два, три. Это адаптация чисто вашего организма. А с нормальной стороны главное стартануть, и все. И доедите хоть в кругосветку, без проблем. Главное, желание искренне, и все. Всем привет, Белгород. Мы вас любим, встречаем. Скоро будем дома. Спасибо вам большое. Удачи. Рад был с вами пообщаться. Давай, друг. Всем привет.